Давайте мы начнем с такой класс, класс такой, как бы, ну, такая подготовка к лидерству. Я не говорю, что лидерство, а подготовка служителей. Слово лидер, ну, у нас слово лидер означает больше как служитель, да. Нет. Ладно. Знаешь, почему тебя так прет? Потому что ты, будем говорить так, она обижает твоего раввина, поэтому тебе так, ничего страшного нет, у Иисуса тоже обижали. Это не означало, что надо было хвататься за ножи и всех бить. Правильно. Да. Ну да. А, это вот как раз, это как раз вот тогда, когда происходили вот, вот наши ночные молитвы, мы раз в месяц делали вот, и, то-то, какой-то там, ну, начал движняк происходить, и Джаш сидит такой, ну, маленький, ему было четыре с половиной, ну, пять лет где-то, пять лет, и он сидит и чипсы кушает. Все, все, да, все там, все перепугались, а Джефф молится за ту девочку, которая там проявления начались, ее там типает и все, а он сидит и кушает эти чипсы. Это была, конечно, история была. Ну, послушайте, ничего не потеряно, но все равно. Давайте откроем, у вас есть Библия с собой, да, если нет, у вас всегда здесь есть Библия, у нас библейская школа, правильно, у всех есть Библия, если нет, то мы вам всегда подарим, если у нас, надеюсь, нам еще пришлют, там, мы пять тысяч Библий нам предлагают вот таких, типа под еврейство. Первая глава, Бытие. С того места, где Господь творит человека, 25 глава, а, 26, вернее, 26 стих. И сказал Бог, сотворив человека по образу нашему, подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими. Интересно, да? Что вам интересно в этом стихе? Над чем владычествуются? Над рыбами морскими. Владычествуются, так. Над рыбами морскими. Я вижу этого карпа. Прыг в сковородку. Прыг в сковородку. А знаете, что мне больше понравилось? И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему. А дальше. И довладычествуют. Сотворим одного человека, но пускай владычествуют. Не, не, не. Что-то... Сотворим одного, но пускай они владычествуют. Можно было... Не, но можно было сказать, сотворим человека, и пусть владычествуют. Не, кто-то понял, что нужно сделать, а не нужно сделать город. Ага. Я понял. Адам очень такой скучный ходит в райских саду, задумался, все опустил голову, уже всех сел, имена назвал, все уже имена повыдумывал, уже разговаривал с рыбами и со всеми зверьми, и такой, как по украске, сумный-сумный, сел на пенек, съел пирожок. И отец говорит, что случилось, чего такое скучное, говорит, ой, нет у меня помощника, не нашлось помощника, говорит, ничего, мы это все исправим. И вдруг у Адама такие большие глаза перепуганные и переживания, говорит, что? И не можешь ничего сказать, говорит, да не бойся, ложись спать, завтра проснешься, все будет нормально. Он чуть не поперхнулся, говорит, и что, говорит, предчувствия плохие. Вот, да, правильно, да, вот такое получается. Смотрите, что я хочу показать, что Господь не просто создает человека по образу своему, подобию своему, да, но Он заранее смотрит на то, что у человека будет нечто. Бог влагает в него свой потенциал, свой потенциал, потенциал владычества. Бог, выназначен, Бог есть владыка вселенной, да, и этот потенциал владычества, он вкладывает в человека. Как вы думаете, человек может еще быть творцом? Творить может? А? Конечно же, мы никогда не думаем о том, что человек может быть творцом. Хотя сверхъестественное, то есть чудо из ничего, сделать что-то он не может. Бог говорит так, ни из чего. Бог создал этот мир своим словом. То есть, он все равно использовал свое слово для того, чтобы создать. Человеку дал он потенциал быть владыкой и также творцом. Что я имею в виду? Все необходимое для того, чтобы производить что-то, творить что-то, он дал ему на земле. Сотворя землю и дал эту землю во владычество ему. Имеется в виду для расследования и умножения, и обрабатывать эту землю, и творить из него все то, что нужно. Бог настолько удивительно, что, любя человека, он создает ему его мир. Мир человеку. Вы думаете, Богу нужна была земля? А? Что? Он сотворил, то есть творил, фактически Бог сотворил человеку, тот мир, в котором, фактически, Бог живет. Вы скажете, почему? Смотрите. На небесах есть животные. Имеется в виду, животные не такие, как кошки, собаки. То есть, как бы, я понимаю, что кто-то любит собак и кошек, и рыбок морских, и поросят морских, и все остальное. Но кошачьих небес или же собачьих небес нет. Но написано, что животные, да? Когда Иезекиил видел видение, он был животные, то есть сотворенные, живые существа. И ангелов, и архангелов, Серафимов, и Херувимов, а также животные, которые нельзя было описать, были на небесах. Плюс, там было деревья. Там есть деревья на небесах. Вы скажете, откуда вы знаете? Написано, что простая вещь, что Херувим осеняющий. Кто был Херувим осеняющий? Сатан. Где он находился? Нет, там написано четко. В саду Божьем. Сад Божий, это что у нас? Что в сад Божий? Дым и огонь? Что на сад Божий? Есть сад Божий, да? Плюс среди искристых камней, где он находился. То есть, у жертвенников Господня. Это очень важно, чтобы вы понимали. Мы видим откровение, что там написано, что народы придут туда, и там будет дерево жизни, да? Помнишь, да? Которое будет приносить свой плод. И этими листьями этих деревьев будет приходить исцеление для народов. Поэтому, можно сказать, мир, который Бог существует и обитает, он для нас невидимый, но описанный через Писание. Понятие, да? Чтобы мы поделились. И Бог по этой причине создает, вводит человека в этот мир по образу и подобию своему. Он создает его и делает ему мир, в котором бы он существовал так же владычествующий, как он. Зачем творить человека по образу и подобию своему, если он не будет, как Всевышний, правильно, да? В том же мире. Смотрите внимательно, почему я говорю об этом. Потому что, когда Моисей получил откровение свыше, Бог говорит, сделай только точно так, как я тебе показал, соответственно, небесному видению. Понятно, да? Послание к евреям говорит, что однажды Ишуа вошел в одесную отца, да? И не с кровью козлов, но своей собственной кровью окропил крышку завета. Значит, там существовал храм, там был тот ковчег, которым откровение получил Моисей. И он точно произвел здесь, на земле, то, что было сделано, ну, как бы, то, что происходит на небесах. Поэтому, когда мы хотим увидеть небеса, мы должны внимательно читать Писание. Если хотите узнать, что там будет происходить, внимательно, во всем Писании можем себе фактически уже нарисовать то, что будет там. Там мы понимаем, что будет море, мы знаем, что там будут источники, там мы понимаем, что будет там сияние славы. Мы все это понимаем и можем себе представить только. Но, что я имею в виду, сейчас вот, когда я говорю об этом. Бог дал человеку возможность владычествовать и творить. Это означает, что у каждого человека существует потенциал, внутренний потенциал, который данным Богом по его способностям, чтобы именно владычествовать, то есть иметь власть над тем, что он творит, и творить вещи. Это очень важно. Потом человек производит подобное себе. Это уже размножение поколения. Что такое потенциал? Как вы думаете? Что такое внутренний потенциал человека? Потенциал – это рост? Я понимаю, что… Смотрите, давайте мы с вами решим такие моменты. Я понимаю, что мы очень библейские люди. Мы стали христианами, и мы наш язык изменили. Мы начали христианизироваться. Мы начинаем говорить, и сойдет Бог, и помазал, и примазал, и явился. Когда мы говорим с людьми об этом, да, у них их типает. Они не понимают, что такое будет помазание. Будет служение помазания. Но мне, чтобы мы убрали такой момент, как вот Лора сказала, молодец, что есть, да, есть рост. Но я не понимаю, это возраст или это духовный рост. Вот давайте будем так вот говорить. То, что в нас вложено, но еще не проявилось – это потенциал. То, что в нас вложено Богом, но еще не проявилось – это является потенциалом. То, кем мы можем быть, но еще не стали. Димчик, Библию в руки? Или ты боишься просто нарушить покой? Ничего себе, не бойся. Я тебя уже заметил. Да, то, кем мы можем быть, но еще не стали. Да, вот мы уже написали. То, что мы можем творить, но они еще не сделали. Это потенциал. То, что мы делаем – это не потенциал. То, что у нас есть какие способности, и мы еще не проявили, является этим потенциалом. Гедеон – это книга судей. Человек, который очень импонирует мне. Кто читал о Гедеоне? Все, все читали. Но на самом деле, кто читал о Гедеоне? Помните его разговор с Богом? А? И явился ангел Господень, сказал ему. Господь с тобою, муж сильный. Шестая глава с двенадцатого стиха. У нас, когда такое выражение «Бог с тобой», это говорит, типа, «иди». Что за приветствие такое? Господь с тобой, муж сильный. И видно, что Гедеон чисто была еврейская дитына, знаете, такая, мама с папой были все евреи. Все было нормально. И Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это?» Заметьте, какой еще оборот речи идет. Бог говорит, ангел Господь, говорит, приветствует, говорит, «Гедеон, Господь с тобою, муж сильный». На что парень отвечает, все хорошо, а что с нами случилось, если я сильный человек? Но чисто еврейский оборот жизни такой, знаете, выбегает ребенок, уже взрослый ребенок, в руках нож и рыба, и кричит, «Мама, он проснулся и не ходит». Здесь тоже Гедеон, Господь с тобой, муж сильный. И он говорит, все классно, типа, мама, он проснулся и не хочет, и обращается, говорит, «Если Господь с нами, то отчего постигло такое горе?» То есть, как мы Николай Второй. И где все чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, «Из Египта вывел нас Господь». Как это похоже на сегодня на нас, правда? И мы говорим, «Ой, когда-то были такие чудеса в церкви!» И когда началась община, что происходило, а что происходит сейчас? Дети чудеса, о которых говорят в книгах, там, что и ноги вырастали, и глаза прозревали, что-то мы ничего уже не видим. Похоже, да? Да, и пломбы золотые были, как бы все. Вот это было, там, 10 лет назад. И вот каждый сидит, вот это мы переживали, вот это была вековая вещь. А здесь, похоже, вся тема, говорит, «Если все нас это постигло, где тот Бог, о котором нам рассказывали наши родители?» А что они могли сказать ему? Как сильно рукой Господь вывел из Египта. Какие чудеса и знамения Он явил в Египте и через Красное море перевел нас по-сухому. Как Он кормил их в пустыне, когда жарили их змеи и скорпионы, и они умирали, но подняли обыкновенно этот медный змея, и все исцелились. И истории, как Бог, как Бог, как Бог исцелял, как ведь чудеса были. Мы сегодня можем так сказать, кто из вас когда-нибудь разделял Черное море, чтобы перейти в Турцию? Пока еще не слышали, да? Или слышали? Только на пароходе, на Доса, в Жаботинском. И сразу в Израиль. Ну, что такое? Зачем ходить? Можно быстрее. На Эляль полететь, это еще дешевле, вернее, быстрее. То есть уже, вот тогда были чудеса. Вот тогда были чудеса. Ну, смотрите, я хочу, чтобы вы понимали, что здесь идет, как бы, такое состояние обиды на то, что я ничего не могу сделать. И он говорит, что ныне оставил нас Господь и передал нас в руки мадиамитян. Господь воззрел на него и сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиль от руки мадиамитян. Я посылаю тебя. Тот начинает просто говорить, где это все, о чем говорили, эти чудеса. Говорит, Господь нас оставил, дали нас в рабство опять. И Бог говорит, да иди, иди тем, что ты имеешь. Я думаю, что у Бога чисто, наверное, еврейский образ общения. Не говорит, что мы имеем. Говорит, иди, что ты имеешь. А что имеешь? Что имею, то даю. Ставь во имя Иисуса Христа и ходи. Денег нет. Я хочу, чтобы вы услышали, что у каждого человека есть потенциал. И Господь воззрел на него и сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиль от руки мадиамитян. Где он сказал ему, Господи, как спасу я Израиль? Вот и племя мое в колене монасты и самое бедное. То есть он думал, что деньгами можно купить победу. Конечно, можно договориться. За пять копеек можно договориться, что тебе не будут сейчас нападать. И дадут немножко жизни. Или же так, где он сказал ему, извини, и в доме отца моего, я самый младший, и сказал ему Господь, я буду с тобой, и ты поразишь мабитян, как одного человека. И он, что интересно, говорит, иди как человек. У тебя есть дерзновение получить свободу. Он дерзит Богу, да, с тем потенциалом, который у него. Если мы вот такое переживали, то почему мы в таком состоянии? Хотя мы самые маленькие, и Бог говорит, я с этим твоим простым потенциалом, что ты считаешься никем, я буду с тобою, и это достаточно, чтобы сделать победу.